Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Четверо человек погибли. Двое получили ранения в результате боев у Донецкого ЖД вокзала. Снаряды летели в частные дома и многоэтажки. Под артобстрел попал и привокзальный рынок. Часть павильонов и припаркованные автомобили сгорели. Сила Атора портуют. Взяли под свой контроль поселок Пески, чтобы обеспечить безопасность Карловского водохранилища. Ольга Соломяная продолжит. Перестрелки дончане сегодня слышали практически во всех районах города. Целый день артобстрел не прекращался у аэропорта и ЖД вокзала. Всех работников и пассажиров эвакуировали. Горел привокзальный рынок. Вблизи супермаркета разорвался снаряд. Еще один попал в девятиэтажный дом. По данным областной администрации, четверо людей погибли и двое ранены. Есть ли среди них гражданские, пока неизвестно. Очевидцы видели, как в сторону ЖД передвигалась колонна военной техники. Огневые залпы доносились со стороны поселка Пески. С беременной женой с ребенком прятались. В метрах 50 переваривают. Вот такая ракета от охрада. И где-то еще миров, может быть, 200-250 слева от дома. Тоже там здание попало, крышу разворотила. Ракета разворотила крышу полностью. Знакомые звонили, говорят, в районном Стора, по Кузбышево тоже. Говорят, воронка, тела разбросаны, валяются. Море крови. В СНБО сообщают, украинские военные все дальше прорываются на территорию Донецкого аэропорта. Силовики намерены разблокировать подъезды к городу и уничтожить блокпосты ополченцев. Уверяют, пожилым домам бойцы Нацгвардии не стреляют. Если происходят выпуски в среднем города, то это точно не украинские военные службовцы. Потому что есть наказ, удары с поверхности и удары тяжелой артиллерии в пожилых кварталах города не будут производить. У нас не много доказательств, когда этим занимаются террористы, провокирующие и пытаясь рассказать, что это делают именно украинские военные. Красноармейское шоссе, улицы Страдонавтов и Артемовская. Здесь шли наиболее интенсивные перестрелки. Закрыт автовокзал Западный. Ограничено движение транспорта к железнодорожному вокзалу. Второй троллейбус следует до больницы номер 20, а маршрутные такси – до Шахтерской площади. Вторые сутки не прекращаются бои в Дзержинске. Голос за кадром на этом видео рассказывает, здание местной мэрии захвачено, но не уточняет кем. Они захватили этот, госполком. И делали, опа, все, кто были, госполком, походу, были убиты. Ближе к вечеру в Совете нацбезопасности сообщают. В Дзержинский солидар вошли украинские военные. Там над местными мэриями уже водрузили украинский флаг. С четырёх утра автоматной очереди взрывы слышали и горловчане со стороны посёлка Зайцево. По информации Минобороны, боевики пытаются удержать город. А по словам местных жителей, на окраине Горловки расположен лагерь ополченцев, где базируется тяжёлое вооружение. На этих кадрах Авдеевский карьер местные жители бегут от снарядов, которые разрываются в воде. Активная зона АТО сейчас ведётся в Старобешевском, Ясиноватском, Артёмовском районах, а также в Снежном и Амвросиевке Донецкой области. Также в СНБО сообщают, диверсанты заминировали подвездные пути к Макеевке, а под Артёмовском – дам Бумироновского водохранилища. Ольга Сламяна, Телеканал Донбасс. Железнодорожный вокзал Донецка принимает и отправляет поезда, несмотря на военные действия в этом районе. Как рассказали в пресс-службе Донецкой ЖД, те пассажиры, которые прибыли на вокзалы и не успели купить билеты в кассах из-за эвакуации, могут приобрести проездные документы у проводника или начальника поезда. Но если пассажир с заранее купленным билетом не смог добраться к моменту отправки поезда, возмещать стоимость билета ему не будут. Также железнодорожники сообщают, в связи с ситуацией некоторые поезда будут делать дополнительные остановки на других станциях города, таких как, например, Мандрыкино и Рудченково. Пассажирские поезда, направляющиеся из Мариуполя, будут делать дополнительные остановки в черте города Донецка по станциям Рудченково и Мандрыкино. То есть пассажирам не обязательно ехать на вокзал Донецк, можно будет сделать посадку по указанным станциям. Такая же ситуация по станции Луганск. Те пассажиры, которые удобнее добраться до станции Славяно-Серск, могут осуществлять посадку на все пассажирские поезда при наличии проездного документа на поезда, которые будут останавливаться на этой станции. Из-за обстрелов в районе Донецкого железнодорожного вокзала поезда из шахтерской столицы отправлялись полупустыми. Так, в составе на Днепропетровск ехали всего лишь несколько десятков пассажиров. Они сели в вагоны на других станциях. В самом же Донецке люди просто не могли добраться до ЖД. Машины с пассажирами боевики разворачивали на подъездах к вокзалу. Также из-за обстрелов людей не пропускали на перрон. Мы оттуда не смогли уехать. Мы с Красноармейска ехали. Ехали. Потому что там система град бомбит вокзал. Мы ехали до Красноармейска оттуда сюда. Нам запрещали людей садить. На вокзале все спокойно. Но людей попрятали в тех убежищ и увезли в город. Сегодня во время обстрелов Донецка молчала тревожная сирена. Люди, которые живут в районе железнодорожного вокзала, побежали в укрытие лишь после того, как у их домов стали разрываться снаряды. Почему дончан не предупреждают об опасности и почему на сайте городских властей нет информации о бомбоубежищах, выяснял Сергей Зленко. Об обстреле района Донецкого железнодорожного вокзала никто людей не предупредил. Звука сирены дончане не слышали. Говорят, рассчитывать приходилось только на собственные силы. Предупреждая об опасности, горожане звонили друг к другу. Информация расходилась и по соседям. Так звучит сирена в Луганске. Почему сигнал тревоги сегодня не прозвучал для дончан, в гражданской обороне пояснить затрудняются. Мы включают сирену только по указанию из госполкома. Сегодня такой команды никто не давал. Уберечь себя дончанам может помочь разве что памятка, опубликованная на сайте областной администрации. Закройте воду и газ, погасите печное отопление, возьмите документы, деньги, продукты, воду, медицинскую аптечку, немедленно покиньте жилое помещение, сокройтесь в подготовленном подвале или ближайшем укрытии, предупредите об опасности соседей, окажите помощь старикам и детям. Без крайней необходимости не оставляйте безопасного места пребывания, проявляйте крайнюю осторожность, не поддавайтесь панике. Рассчитывать на сигнал сирены дончанам не стоит. Из собственных источников нам стало известно, система оповещения находится под контролем боевиков ДНР, а значит предупреждать людей можно только с их ведома. Где ближайшее бомбоубежище, найти такую информацию в Донецке сложно. Объявления с адресами, как правило, развешивают сами жители. Они же своими силами и приводят подвалы в порядок. Однако добыть информацию об укрытиях все же можно. Дончанам рекомендуют звонить на линию госполкома по номеру 1558. Сергей Зленко, Телеканал Донбасс. В Луганске боевики запретили горожанам пользоваться личными машинами. Из-за артобстрелов также парализовано движение электротранспорта. В городе исчезли свет и вода. Тем временем в Лисичанске на минах подорвались дети. Один из мальчиков погиб. О противостоянии, которое уже забрало жизни более 60 мирных жителей. Анастасия Пугач. Под артобстрел попали центральные кварталы Луганска. Старый город в огне. Повреждены многие исторические здания. Центральная гостиница Луганская осталась без окон. А это пробитое снарядами здание школы номер 2. В прошлом году тут утеплили стены и перекрыли крышу. Только за минувшие сутки в Луганске погибли двое мирных жителей. 12 получили ранения. Люди, кто читает, в центре Луганска сейчас ад. Град попал в дом напротив горосполкома. Это, может, последнее мое сообщение. У меня во дворе убила женщину, продавщицу из ночного магазина на Красной площади. Сосед повез труп в морг и сильно ранила соседа над нами. Тот же сосед в одних трусах прямо под снарядами повез его в больницу. Я никогда не думала, что вокруг так много хороших людей. В районе Динамо, недалеко от перекрёстка, стоял расстрелянный джип. На пешеходной дорожке в луже крови лежал молодой парень с простреленной головой. У меня сгорел дом, сгорела машина, гараж. Сгорели кошка и собака. Больше у меня ничего нет. Всё. Под огонь попала котельная, которая обслуживает центр города. Повреждено общежитие Луганского национального университета имени Шевченко. На момент обстрела там находилось около 20 человек. Жильцы успели вовремя спрятаться в подвале. Повыливало сразу окна. Здесь начало, вот это сорвало половину. И здесь окна все по это самое посрывало. Дети все побежали туда в подвал. Сначала мы там постояли, пока обстрел нельзя было. Здесь выйти тут страшно было. Тут летело и сюда, и там летит, и тут летит. И детвора уже над этим чуть-чуть притихло. Побежали. Нет, пострадавших нет. Газовую трубу пробило в двух местах. Приезжал МЧС, приезжали газовщики. Всё сделали. Всё. Мы перекрыли. Ночью в Луганске пропали свет и вода. Электроснабжение восстановили только днём. Первыми подключили больницы и продуктовые магазины. Не работала и мобильная связь. Не ходит электротранспорт. Трамвайные и троллейбусные пути повреждены осколками снарядов. Машины частные не ездят. Ходят только маршрутные такси, транспорт, спецназначения, то есть скорые помощи, пожарные. Транспорт, который доставляет продукты питания в магазины. Но хотя сегодня есть вопросы по вообще работе оптово-розничной сети, потому что многие магазины, аптеки, банки не открылись. Люди просто-напросто боятся забираться на работу. Ездить в легковых автомобилях луганчанам запретили боевики ЛНР. Людям не разрешено передвигаться даже в собственных машинах. В СНБО сообщают, наёмники отрезаны от поставок, поэтому и оказывают яростное сопротивление. Украинские военные расширили зоны контроля вокруг луганского аэропорта. Правда, боевики пытаются выбить силовиков с занимаемых позиций и ведут постоянный обстрел. Вчера в Луганску силы антитеррористической операции отрезали террористов от каналов поставки оружия и боеприпасов. Понимаете это, бандиты выполняют шаленный опер украинской армии и расстреляют с гранатометов житловые дома в передместе Луганске, что приводит к смерти среди мирных жителей. Вот эта вот вещь прилетела к нам. Это маленькая-маленькая хрень. Подожди, я думал, это труба. Ты, я же тебе и говорю, какая труба? Под арт-обстрел попал и Лисичанск. Некоторые улицы заминированы боевиками. По данным прокуратуры, в центре города подорвались двое мальчиков. Один из них погиб. Разрушены жилые дома, уничтожены квартиры. Соседка со второго этажа оказалась у меня в квартире. Упала, да? Упала, да, получается, со второго этажа. Тем временем украинские военные полностью зачистили рубежное и вплотную подошли к Лисичанску. В районе Луганска взяли под контроль важный стратегический пункт Георгиевка. Украинские вооруженные силы объединяют дороги на Ровеньки и Краснодон. Это позволит отрезать боевиков от канавов поставок оружия и боеприпасов. Украинские вооруженные из них 23 человек из Франции Российской Федерации. Несмотря на ночное заявление Владимира Путина с призывами о переговорах, военная техника продолжает идти через российскую границу. Вчера колонна танков и БТРов пыталась прорваться через Изварина. Колонну обстреляла украинская артиллерия. Проте кольком танкам и вантажинкам удалось перетнуть кордон и потрапить на территорию Украины. Президент Украины поручил прекратить боевые действия в радиусе 40 километров от места падения Боинга, чтобы позволить международным экспертам провести расследование. Кроме того, Петр Порошенко распорядился включить в Международную комиссию представителя России. Тем временем на месте авиакатастрофы под Торезом найдены тела почти всех погибших. Подробности у Дарьи Захаровой. Спасатели обследуют квадрат за квадратом. Закончив работу на одном участке, переходят на другой. Мы то, что вы видели, то собрали. Искать тела пассажиров сбитого лайнера помогают шахтеры. К поискам подключились более полутысячи горняков. Вместе со спасателями они прочесывают местность. Уже обнаружены останки 282 человек. Их погрузили в вагоны-рефрижераторы. На месте трагедии находится миссия ОБСЕ. Правда, международные наблюдатели заявляют, их передвижение ограничивают боевики. А улики с места падения сбитого лайнера уничтожают местные жители. Первый же день я всё убрал. Оно воняло очень сильно во дворе. То, что куски полетели, я две тачки вывез назад и всё на металлолом. И залатал все дыры, которые на крыше, там гараж побило, на огороде металлолом был. Кто направлял оружие и корректировал цель, кто предоставлял разведывательную информацию и кто совершил теракт, должна расследовать Международная комиссия. Возглавить её, по мнению украинского премьера, должны Нидерланды. Кто сбил Боинг-777, сомнений у официального Киева нет. Украина готова взять на себя транспортировку тел погибших пассажиров в Амстердам, для судебно-медицинской экспертизы. Впрочем, пока их не могут вывезти даже из Тореза. На станции находится 8 вагонов-рефрижераторов. Однако боевики не выпускают спецсоставы. Мол, ждут международных сопровождающих. Часть из них уже прибыла в Украину. Попасть на место катастрофы попытаются представители полиции Нидерландов и Австралии, а также сотрудники Интерпола и Европола. Всего 31 человек. Они привезли спецоборудование для транспортировки тел. Первое время иностранцы поработают в Харькове. Сейчас есть эксперты, которых мы разместили. Вы видите за моей спиной отель. Мы обеспечили проживание, рабочие кабинеты. Хочу сказать, что родственники не прилетели. И всю информацию, конечно же, имеет государственная комиссия. Накануне для расследования трагедии в Украину прибыла делегация из Малайзии. Впрочем, максимум, что украинское правительство может им гарантировать транспортировку до ближайшего блокпоста. Украинское правительство заявило, что оно не смогло установить безопасный коридор на месте катастрофы для международной команды. То есть не может гарантировать безопасность международной команде на месте катастрофы. О готовности присоединиться к международной команде специалистов уже заявила и ФБР. Дарья Захарова, Юлия Галушка, Елена Власенко, Телеканал Донбасс. Великобритания готова ввести санкции против России, не дожидаясь решения Евросоюза. Западные лидеры требуют, чтобы Россия прекратила поддерживать боевиков в Донбассе и помогла международному расследованию катастрофы Боинга-777. С заявлением выступил и российский лидер Владимир Путин. Видеообращение Владимира Путина на его веб-странице появилось в 2 часа ночи. Президент России говорит о необходимости мирных переговоров на Донбассе, международном расследовании катастрофы малайзийского Боинга и о добрых намерениях Москвы. Необходимо, чтобы на месте катастрофы работала полноценная группа экспертов под эгидой ИКАО, соответствующей международной комиссии. Нужно сделать всё для обеспечения её полной, абсолютной безопасности. Обеспечить необходимые для её работы гуманитарные коридоры. Со своей стороны, Россия сделает всё, что от нас зависит, для того, чтобы конфликт на востоке Украины перешёл из сегодняшней военной фазы, в фазу обсуждения за столом переговоров. Этому обращению предшествовала серия телефонных разговоров. Путин поочерёдно общался с лидерами Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Австралии. Последний заявил, что не слишком верит в обещания российского президента. На борту Боинга погибло 27 австралийцев. Всё, что он говорил, правильно, но теперь вопрос, держит ли он слово. Очевидно, что район, где произошла авария, контролируется ополченцами, которых поддерживает Россия. И то, что они делают на месте, скорее напоминает уборку в саду, а не судебное расследование. Премьер-министр Великобритании уже готов вводить новые санкции против России, если она не поможет независимому расследованию. Глава правительства Нидерландов, одного из крупнейших торговых партнёров России, дал Москве последний шанс. У нас ноль времени, больше нет времени ни на какие промедления. Всё должно быть сделано в течение двух дней. Пока главный вопрос в поезде с телами. Все наши усилия направлены на то, чтобы он, наконец, перешёл под контроль украинской власти, и мы смогли перевести останки наших граждан домой. Помочь независимому расследованию попытается Совет безопасности ООН. Уже сегодня в Нью-Йорке рассмотрят резолюции по авиакатастрофе. Документ содержит требования. Боевики должны допустить к месту падения экспертов и уважительно относиться к телам погибших. Для принятия резолюции требуется согласие России. Андрей Борис специально для телеканала «Донбасс». Из-за боёв вновь повреждена система водоснабжения Донеччины. Под обстрел попал трубопровод на крайней горловке. Так, дончанам вода в полном объёме теперь будет подаваться только с 7 до 10 часов вечера. А города запада области остаются обезвоженными уже полмесяца из-за консервации Карловского водохранилища. Трубопроводы в горловском посёлке Никитовка обстреливали более суток. Из-за повреждений главная водная артерия области, канал Северский Донец-Донбасс, вновь остановлен. Сокращена подача воды на Артёмовск, Краматор, Часовьяр. Из-за боёв на место не может выехать ремонтная бригада. Там идёт, как говорится, идёт бой, обстрел. У нас погибли люди на канале. Как мы можем туда посылать людей, когда идёт бой? Тем более после такого случая. Также из-за остановки Карловской фильтровальной станции полмесяца без воды сотни тысяч жителей Доброполя, Димитрово, Новогродовки, Селидово и Красноармейска. В некоторых из этих городов закрываются детские сады. В Красноармейске дошкольные учреждения пока работают. Там проблему решили силами родителей. Они несут воду в группы каждое утро. Что-то питьевое носим, какое-то количество. Остальное количество берём промывать, посуду, наверное, мыть. Берём с колодцев. С пониманием все родители относимся. Хотелось бы, чтобы водичку дали поскорее. Далеко носить тяжело. Носим водичку с колодца. Каждый день, как идём в садик. Неудобно, да? Ну что делать? А что делать? Детей надо водить. Также в детсады привозят воду в цистернах. Пока хватает и для санитарных нужд, и для приготовления пищи. Сюда вот я наливаю в борщик водичку. Чистая питьевая вода, да. Работники детсадов говорят, выходят из ситуации, так как летом детей в группах меньше, чем обычно. Техническая и питьевая вода у нас много. И запас есть. Мы уже употребляем её. В таком режиме детсады Красноармейска смогут продержаться не более 20 дней, говорят воспитатели. Ведь даже техническую воду в города на западе области теперь будут доставлять только через день. Оксана Витер, телеканал Донбасс. Жители Славянска вышли на субботник. Без официальных распоряжений и указаний местных властей люди расчищали центр города. Убирали не только мусор, но и напоминания о пребывании боевиков в городе. Анастасия Певная подробнее. Минувшие выходные жители освобождённого Славянска посвятили уборке родного города. В порядок привели клумбы на центральной площади. Инициаторами субботника выступили сами люди. Никаких распоряжений от властей или объявлений в прессе. Информацию об акции распространили из уст в уста, а также в социальных сетях. Жители Славянска говорят, и раньше хотели привести свой город в порядок, но присутствие боевиков в ДНР не позволяло этого сделать. Пока одна часть волонтёров убирала центральные клумбы, вторая занялась восстановлением украинской символики. Взяв в руки кисти и краски, юные славянцы принялись раскрашивать в национальные цвета декор административных зданий. Начали с управления милицией. Так впервые за долгие месяцы ворота УВД Славянска украсила национальный герб Украины. Я чувствую, что я свободна, я могу выражать свои мысли, я могу думать и говорить всё, что я хочу об Украине, что я её люблю, что это мой город любимый, что он будет и был украинским всегда. Вот, я очень счастлива. Такие субботники жители Славянска планируют сделать регулярными. Свою лепту внесли и городские власти. Они разбирают баррикады и блокпосты. Так у зданий СБУ и милиции от былых укреплений не осталось и следа. Анастасия Пьевная, Алексей Куделя, Сергей Моас, телеканал «Донбасс». На этом прощаюсь. Берегите себя и близких. И до встречи во время новостей Донбасса.